Бомбалют Сочник его не давал 5 плюс за ауру темного величия Или 3 плюс за штурмовой щит Для правил нет никакой разницы Это порождает забавные случаи Например, в нашего героя попадает Заклинание внезапного воспламенения Он взрывается изнутри Понятно, как в этом случае действует аура Боги отводят порчу от своего чемпиона А вот куда терминатор себе свой щит прикладывает Чтобы не взорваться изнутри Я ума не приложу Но это так, просто комичный случай Беда случается, когда такие обобщения Начинают влиять на геймплей Пример, отряд спавнов Нурла Присоединяем к нему лорда на байке По правилам 6 редакции Все раны должны идти в ближайшего Таким образом, едущий впереди лорд Может защищать своей броней Абсолютно голых мутантов Но в 6 редакции есть еще одно правило Если отряд не целиком в укрытии То можно выцеливать Менее защищенные его части Это было сделано с благими намерениями Ну там, чтобы не ковырять залегших в руинах сорванцов А отклупать их менее прыгких товарищей, стоящих рядом Да вот только игра не разделяет, какого рода у юнита укрытие Что за руины, что за скорость Одно и то же Вот мотик, у него есть джинк Если он двигается, то у него всегда есть укрытие за движение Типа так быстро двигается, что фиг попадешь А вот спавны Они сука медленные В них попасть проще парней репы Как при этом они мотоцикл догоняют, хрен его знает Не важно У мотика кавер за движение есть, у спавнов нет Так что стреляющий всегда может сделать фокус фаеров спавнов Игнорируя впереди едущего лорда Фак лоджик А вот если взять лорда на джампаке Тоже невыносимо медленного То можно скакать им Ну так, переваливаться перед спавнами И спокойно брать на грудь всю стрельбу Такие тупые у нас правила Оставайтесь с нами У нас еще 40 тысяч причин ненавидеть вархаммера Информационный спонсор Строго по имперски Редактор субтитров А.Семкин